Мы делаем так Вместе с приростом населения, развитием городов и появлением все новых промышленных предприятий увеличивается и количество мусора Проблема мусора настолько многогранна, что говорить о ней можно часами Начиная с острого вопроса уничтожения ядерных и токсичных отходов и кончая обычными свалками на окраине поселка Отдельные компании берут на себя заботу по уборке мусора и ищут любую возможность, чтобы подешевле от этого мусора избавиться Пусть даже в другой стране, пусть даже на личном участке частного лица, которое готово за определенную плату этот участок предоставить Правительству, как правило, запрещают ввоз чужого токсичного мусора на территорию своих стран, что приветствуется поборниками защиты окружающей среды Но тоже правительство моментально вступает в конфликт с теми же защитниками живой природы, как только ему приходится выбирать место для погребения собственных отходов Как только федеральное правительство Соединенных Штатов решило сделать в красивейшем штате Вермонт ядерную свалку, это моментально вызвало возмущение населения Но бывает и другое. Владельцы мусорных свалок в американском городе Буффало возмутились, что мусор выводится в Канаду А канадская компания, занимающаяся уничтожением отходов, наоборот, американский мусор только приветствует В чем же дело? Разумеется, в деньгах. Американцам дешевле избавляться от мусора в Канаде Канадским предприятиям по сжиганию мусора нужны клиенты Возможно, в этой истории кроется ответ на вопрос, что же делать с мусором? Надо поставить его уничтожение на коммерческую основу Появилась же в Калифорнии электростанция, которая работает исключительно на старых покрышках И помимо электроэнергии производят и другие материалы из отходов Помимо промышленного и бытового мусора, есть еще мусор сезонный Осень — это листья деревьев, зимой — снег Если уборка листьев большой проблемы с собой не представляет Особенность учесть, что в некоторых районах даже стали вводить особые дни, когда собирают именно старые листья А многие и просто их сжигают Со снегом дело обстоит сложнее Монреале без преувеличения можно назвать снежной столицей Канады Географический город расположен на широте Венеции Но из-за арктического течения, идущего вдоль левого берега реки Святого Лаврентия Вплоть до города Квебека, зимой он превращается в своего рода поле сражений между влажными потоками воздуха Стремящимися в зону высокого давления с Мексиканского залива и сибирским дыханием Арктики Жертвами этой борьбы становятся жители Монреале В случае победы в севере пусто посыпает снег, а при напорности юга поливает дождь Причем здесь легко может быть снег, потом 25-градусный мороз, на другой день дождь, а затем опять лютый холод Жалоба на погоду излюблена тема зимних разговоров монреальцев Которые в самые суровые месяцы стараются либо бежать хотя бы на две недели на юг Либо поменьше выходить на улицу, благо Монреаль дает такую возможность Ведь город строится не только вверх и вширь, но и вниз В центре уже существуют целые параллельные подземные кварталы С магазинами, ресторанами и предприятиями обслуживания Эти кварталы соединены метро между собой и со многими жилыми комплексами Так что в Монреале есть люди, которые могут добраться из собственной квартиры на работу, даже не надевая пальто Но это не уменьшает забот городских властей, ибо снег чистить все равно надо, а его за сезон выпадает до двух метров С декабря по апрель в Монреале обычно бывает около десяти снегопадов и буранов И уже при двух с половиной сантиметрах осадков на улице выезжает целая армада машин Которые приступают к первой стадии операции, а именно высыпают дороги тротуара смесью соли, песка и шлака Общая протяженность в Монреале всех улиц тротуаров превышает пять тысяч километров И потому, когда снега выпадает много, к его уборке привлекаются частные компании, с которыми город заключает контракт Уборка снега заранее продуманная и тщательно отрепетированная операция Весь город разделен на 60 зон, в каждой около 30 километров дорог и 60 километров тротуаров Начиная с главных артерий, снег сгребается как можно ближе к тротуарам По плану, спустя восемь часов после окончания снегопада, все улицы уже должны быть проезжими В операции участвуют полторы тысячи машин, которые работают круглые сутки Вот почему при больших снегопадах жизнь в Монреале идет своим чередом По сравнению, скажем, с Нью-Йорком, где уже 10 сантиметров снега Национальное бедствие, вызывающее закрытие школ В крупнейшем городе Америки большие снегопады события, а в Монреале почти повседневность После того, как улицы расчищены и все 32 тысячи пешеходных переходов посыпаны солью с песком Начинается уборка снега Сначала на одной из сторон улицы вывешиваются или зажигаются уже установленные знаки Запрещающие стоянку либо ночью, либо днем Знаки вывешиваются за 8-10 часов до начала уборки Чтобы дать водителям возможность переставить машину Уборка всегда идет только с одной стороны улицы Это облегчает парковку машин Если кто-либо забудет свой автомобиль в доме уборки Снегоуборочная машина громким сигналом предупреждает хозяина Что через несколько минут машину тащит на соседнюю улицу Что уже обойдется владельцу в ощутимую сумму штрафа Пригладительно треть убираемого снега свозится в специально отведенные места И там его можно видеть еще в июне Другая треть сваливается в реку Святого Лаврентия Но эта практика будет в ближайшие годы прекращена по соображениям экологии Остальной снег вступает в особые карьеры и спускается в канализацию Где он проходит очистку, прежде чем снова попасть в водооборот По существующим правилам при выпадении 20 сантиметров снега Весь снег должен быть убран в течение 96 часов В любом случае на уборку не дается больше 5 дней За снег и посыпку улиц отвечает город Жители пригородов и дач должны заботиться о расчистке проезда к своему дому сами Кому ли он чистится на западе или в любом случае снега очистителем Может занять на судьбу подрядчика по уборке снега И западется долларов 200 Обычно компания рассеет, что подъезд в дом будет расчищен к 6 утра Некоторые маленькие муниципалитеты тоже предпочитают пользоваться услугами компании Стоимость распределяется затем между жителями в виде муниципальных налогов Уборка снега в Монреале обходится мэрией в 57 миллионов долларов в год И за зиму вывозится более 7,5 миллионов кубометров снега Другими словами, 300 тысяч полных грузовиков 130 тысяч тонн соли и песка тоже чего-то стоят Суммы это постоянно растут, тем более, что городу приходится изыскивать новые экологически чистые способы избавления от снега И пробовать заменители соли для посыпки дорог и тротуаров И все же манграевская работа по уборке снега считается образцовой Потому что сюда и приезжают из разных стран представители других северных городов Для приобретения опыта борьбы со снегом Радио Канада Интернационал Радио Канада Интернационал Вы слушаете передачу международного канадского радио из серии «Мы делаем так» Забота об экологии проникает даже в такие в прямом смысле недвижие места, как столица северо-западных территорий город Йеллоу-Найт У первых жителей севера никогда не было особой заботы об окружающей среде Прежде всего потому, что их здесь всегда было очень мало На всей Аляске живет меньше народа, чем, скажем, столица канадской провинции Альберта Эдмонтоне По сравнению с северо-западными территориями, Аляска это перенаселенное место Центр столицы северо-западных территорий город Йеллоу-Найт Представляет собой четыре продольных из десяток поперечных улиц Пройти его весь в длину можно минут за сорок Зимой в Йеллоу-Найфе улицы солью не посыпают, а лишь одним шлаком Это бережет обувь жителей и полы офисов и магазинов Но зато морозными днями на центральной Фрэнклин-эвеню стоят клубы пыли Поднимающиеся из-под колес, проносящихся мимо автомобилей Но жители предпочитают пыль, соли Летом же город решено озеленить Получив грант с 7 тысяч долларов городские власти посадят летом 300 деревьев Нынешний год стал свидетелем еще одного нововведения В центре появились три центра по сбору отдельного мусора Для газет, стекла и алюминиевых банок Правда, в банок предлагают избирать эффективные Что принесет больше слоход жителям Йеллоу-Найфа Но все же начало положено Между прочим, в строительской территории Есть должность министра возобновляемых ресурсов Которые занимает Сивен Сокпауэй Недавно он договорился с Центром по уничтожению верных объединений Слонсель в строительстве Альберта Что туда будут доставлены хранящиеся на севере Запасы поликлорированных бифенилов Они будут уничтожены в инфинераторе Такая операция проводится впервые Таким образом, дальний канадский север Где раньше отбросы просто сбрасывали на свалку Будет экологически очищаться Коль скоро мы заговорили о севере Место было бы упомянуть и знаменитую Аляскинскую автомагистраль Которая в частности проходит и по канадской территории Юкон Строили ее во время Второй мировой войны В качестве стратегической дороги Можно проехать сотни километров по этой дороге Не встретив не то что бензоколонки Но даже следа человеческого жилья Вернее, на карте еще есть названия населенных пунктов Вроде Пегис, Кросси, Настри Только сопеления эти давно брошены И лишь почерневший остовый сижин свидетельствует о том Что раньше во времена золотой лихорадки Здесь жило гораздо больше людей Если около этих сопелений и был когда-то какой-то мусор То природа уже сокрыла его Лишь на некоторых участках Аляскинской автомагистрали Изредка встречаются свалки старой техники Машины, при помощи которых было строительство Вести назад было невыгодно Вот их просто и бросили здесь Причем еще с десяток-другой лет назад В некоторых из них торчали ключи в зажигании Сейчас это все проржавело И является собой своеобразный памятник строителям дороги Редкие туристы с удовольствием фотографируются около этих машин Если же шагнуть от дороги в сторону Создается впечатление, что здесь никогда не ступала нога человека Природа уничтожила следы человеческих деятельностей Этого нельзя сказать о других местах Удаленных от крупных центров, а значит и от инфраструктуры Проблема отходов активного острова стоит в отдаленных северных районах Туда многое приводится, но отсюда мало что выводят Вывозить мусор слишком дорого Сотрудник Министерства возобновляемых ресурсов северо-западной территории в городе Калуик На Баффиновой земле Джим Ноббл отвечает за определенную часть отходов Наша главная забота это разлив масел, разлив ядовитых отходов Вроде флиферарированных или финилов, которые накапливаются от использованных охладительных систем и старых трансформаторов Необходимо не допустить их проникновения в залив В Восточной Арктике существуют уже три инцинератора, куда сводятся использованные масла для сжигания Песенелы пока хранятся и задача правительства обеспечить безопасность их хранения Какая же главная экологическая проблема севера? По мнению Джима Ноббла это обычный мусор источной воды Занимаются этими проблемами муниципалитеты И Калуик возник в 40-х годах как американская военная база В 50-х годах американцы ушли, остались три больших свалки, куда свозилось все От обычного бытового мусора до старой военной техники Позднее к ним добавят еще две городские свалки Власти планируют все это очистить и образовать одну общую городскую свалку Причем, если еще десятилетия назад на свалку просто славился весь мусор, какой есть, теперь его сортируют Сейчас существует программа, на которой каждое хозяйство будет обеспечено особой печью по сжиганию мусора Мусор и раньше сжигали в гостях, но при этом бессон не прогорал Успех этой программы, если петь оценить, но начало положено Вы слушали передачу из серии «Мы делаем так» Подготовленную международным канадским радио при участии Министерства иностранных дел Канады Субтитры создавал DimaTorzok